добрый день сегодня 25.09.2017 поехали значит что я прежде всего тема та же тема двух генералиссимусов и но я хотел бы отвлечься с самого начала вот дело в том что вот потому что это касается здоровья людей вот сейчас нулевые температуры и сейчас как бы вот многие хватает вирусы гриппа там 5 5 10 я как-то в своих видео упоминал значит вот метод такой но вот понимаете тут я сразу говорю что я это только для специалистов кто там научных сотрудников там еще кого-то потому что было бы неправильно если бы опыт людей не передавался и не в этом области вот дело в том что я раньше тоже хватал всякие заболевания простудные вот лечился дорогими препаратами и мало этого помогало и сейчас я вижу что у меня знакомая пять месяцев мучилась с кашлем там легкие выворачивал и все как а вот этого избежать вот мне помогла такая ситуация и я вот там тоже там таких гриппов раньше не было таких гриппов раньше до генной инженерии до вот это тех американцев до пришествия там в 90-е годы к нам вот этого ничего не было вот а теперь вот стал ну вот я хочу сказать мне помогает вот такая метода вот я как-то вот ее на свойство страх рейса попробовал но я сразу то есть я беру лук ну вот репчатый разрезаю его там вот и ну естественно идут эфирные эти вот масла до обеззараживающие я немножко подышу вокруг меня я вообще удивляюсь ну это стоит копейки вокруг меня все падают тот того кашель у того у меня хоть бы что но я сразу скажу оговорюсь два момента конечно мало ли какие неадекватные люди мазать то внутри можете обжечь слизистую ни в коем случае нельзя и к тому же как бы применять без совета с врачом я бы не рекомендовал потому что а может быть у кого-то у меня нету никакой аллергии на луку никак нету никаких вредных я вот уже это несколько лет пользуюсь и ничего никаких лекарств не пью ничего а у кого-то может быть аллергии у кого-то может быть еще какие-то явления вот но тем не менее было бы как-то нецелесообразно похоронить это где-то на моем уровне вот этот опыт и не так сказать в области вот поэтому я думаю что вот это надо учесть надо еще уже ведь учесть понимаете вот у нас новосибирске стоит дубак в квартиру то есть но для чего коммунисты это делать ноги может не понимать что такое там вот летом они значит жарят а батареи так что будьте здоровы а вот зимой они не хотят включать ну ссылается говорят какую-то херню хрень вот а вот по существу как бы нету обоснования ну я немножечко объясню для чего это они делают чтобы подобалюка было и сна дело в том что если вы встаете и у вас переохлажденный организм то вы легче схватите заболевания там на улице да и соответственно раз вы легче скрывать эти заболевания то вы пойдете в аптеку жены коммуниста депутата какого-то и будете покупать там дорогущий какой-то препарат на а по и тогда будет ему хорошо правильно вы видите за этого и голосовали не зря же вы этого депутата избирали а вот мы вам следовательно будет хорошо вам приятно что вы кого избрали тому и хорошо и стало вот и с другой стороны и какую-нибудь соросу там ну какому-то американскому там допустим абстрактную фамилию беру тоже хорошо или какой-то рокфеллер ну тоже первую будет хорошо всем будет хорошо вот я это знала да вот и вот поэтому как бы ну может вам будет не совсем хорошо ну вот те кто значит обеспокоен все таки потому что каждое заболевание она откладывает турбец на сердце заболевание простудное поэтому но я говорю сразу вот если вот мы уже подхватили да уже пошел процесс на поздно пить боржоми понимаете то есть уже это не помогает нет это только помогает если вы так тонко прыгать предопределили что чё то есть намек что то есть или просто поймали что температуры просто пару раз вдыхнули так сказать и все вот как бы вот это потому что если и вирус видимо он как я предполагаю он гибнет на поверхности слизистой а если он уже там внедрился в это глубокие ткани на как его там эти эфирные пары как-то но лук мы как был в том смысле он наверное безобиден поскольку моего потребляют пищу и так и всякой всяко и никаких вроде бы противопоказаний он как бы не имеет если конечно не злоупотреблять им как вот я сказал и опять-таки есть аллергики есть вот этим ну вот я по крайней мере думаю вот в плане вот эта идея практического бессмертия я считаю что вот надо весь опыт как по мировой медицины не держать там каких-нибудь лавках рокфеллера и всего а действительно выкладывать делать широкими чтобы творческая мысль включалась и так сказать про супер медицина она была возможно не для таких избранных коммунистов как меркель там вот сейчас прошла вот благополучно да почему-то вот именно из немецкой сабдепи сейчас вот это вот выбирается вот как вот как это все взаимосвязано вот интересно но я должен поздравить все таки не напрасно были труды наши хоть и немногое число нам помогает людей но общими усилиями альтернатива для германии тоже прорвалась маленькой конечно не суворовская это победа да и по суворовскими действий но все-таки небольшая маленькая победа если ну успех такой так сказать вот потому что альтернатива для германии однозначно выступает за нормализацию за хорошее за сотрудничество с россией как и марию люпен во франции вот конечно вот с марию люпен мы упустили золотой шанс провалили мы русские да но это вот так вот у нас к сожалению мы не ценим как правильно сказала меркель своих достижений у нас такая сильная интернетная армия но она не организована мы не образуем такого сильного организованного поля американская и пропагандоны пропагандонства вот это вот но как бы в том плане но тупое нелепое часто но она бьется массово в одну точку вот эти боты у которых не фотографии ничего только это вот какая-то буковку там поставят у обезьяна там ну или горилла вот ну и вот как бы так мы теперь давайте вот вернемся к теме к теме и вот какой вот опять-таки я хочу вспомнить господина миронов бориса него рона министра печати который что считает что надо кровь александра суворова слить источную канаву которую пролил за крым михаила и ларионыча кутузова и ради вот таких людей как камикадзе там вот этот блогер да вот так который считает что youtube у него скручивает просмотры лайки вот и отдает шари вот ну да и так же вот вот такая игра ума да вот и так же вот вот это в году вот целая такой группы людей там что вот вот это вот группа как сказать ОПГ организованная группа да вот которая раду захватила да вот кептельман там Вальцман Бляхер там Гозман ну вот другие вот товарищи да они действительно товарищи почти все это бывшие коммунисты как и Бандеровец Кучма Бандеровец Кравчук спасибо нашей КПСС спасибо всем джугашвилевцам век восполнить будем вот игру ума вашего вот и вот надо вот как бы это вот все отдать я живут как бы подарить крыльму ну как вот более либеральную позицию занимает господин навальный который говорит что перед этим надо провести проводить столько голосований пока результат не удовлетворит господина Сороса господина Рокфеллера там или его преподавателей в Ельском университете которые наверное ему дают такие мудрые советы как наверное связи не теряет я как бы думаю и вот в этой связи я хотел бы сказать ну может быть вот вот какая мысль у меня возникла а прав ли я в борьбе своей а может быть вот эти Гозман Кептельман так сказать вот Вальцман господин этот Лешко который вот этот известный в определенных кругах да вот и вот может быть они как бы хорошие правители ну может незаконно влезли да но управляет замечательно понимаете территориями а мы там все это говорим Южмаш остановили варяг авианосец продали за копейки можно сказать подарили Китаю Китай хохочет там сейчас вооружил у него у Китая всего два авианосца вот и вот я хотел бы такой сказать ну привести непредвзятый как у меня нет они нам все говорят что ты там из из какой-то вот России что ты там можешь понимать мы тут на месте знаем ну там может действительно у нас всех сложилась какая-то предвзятая картина вот и нам все это кажется факельные происшествие этих сынков полицаев и прочее вот может и нету этого всего всего а может все замечательно может уже наша какая-то пропаганда там вот на нас так воздействует а может быть там уже коммунизм и дюки на заборах и коммунизм коммунизм и полный колхозе и коммуния так сказать как вот в этом вопросе это разобраться чтобы наш взгляд был с вами но объективный и вот я нашел такой метод что ну отдадимся на волю так сказать третьего человека ну и чтобы совсем было объективно этот человек участвовал в майдане вот ну он а я хочу сказать как вот участвовал он участвовал по не по блоку бандеровцев да а речь идет о Николай Дульском да а он участвовал как бы вот в плане борьбы действительно с коррупцией он там вот этим вопросом был обеспокоен вот он рассказывает о многих процессах внутри которые не не были известны это движение белый молот я как бы смотрел материал я там как бы не совсем по всем вопросам согласен но вот репортажи которые он дает отличается мне кажется объективностью четкостью там нету фарю ему а есть четкое изложение ссылки на факты на фотографии на и он он рассказывает вообще она рассказывает вообще анатомию майдана как белый молот и я вот и первые когда пошла информация о нем я так и я даже обрадовался я думал что ну вот появились люди которые не с вот этими с бандеровцами да и они вот как бы поставили другие цели там борьба с коррупцией там еще такие какие-то вещи нормальные нормальные ну вот ну вот я когда вот там разбирал его материал засмотрел там посмотрел ну так и оказалось действительно этого движения оно не было сначала про банда а вот потом с ними стали происходить метаморфозы с помощью в линьяне дедушку тесороса вот это азазы денег не это хорошо знакомо потому что я видел вот это все в демократическом движении девяносто первого года которое в общем то люди чистые вообще что жириновский там говорит это полная бредятина понимает и и вот вот эти люди он их там обвиняет во всем а никто вот боролся против коммунистов 95 они никто во власть не попали попали опять коммунисты все эти бронштейны там какие-нибудь там сдержинский там по поляки там какие-то и вот который всю жизнь вот есть нормальные поляки а есть вот которые вот это шляхта особенно да она вот россию ненавидит люто как вот этим наймитые чингисхан и и вот 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 там тоже дает по сегодняшнему вот положению положению ну характеристику в результате вот это и по всему видно что вот эта характеристика объективно объективно вы послушаете и посмотрите и подумайте вот быдло управляет или умные люди вот бандерляндия и так же подумайте вот вот именно вот этих но главное отметьте себе что именно вот интерес этих людей вот этой опг и борис миронов и защищает ныне да что их права нарушили что они владельцы крыма что он как бы говорит им возьмите придите и владейте нами да вот его в сущности речь если как бы вот так вот сегодня он вместе с навальным вместе с камикадзе вот отстаивает вот эту как на такую как некоторые считают благородную цель восстановление правового какого-то статуса справедливо типа типа не юридических проблемах что-то понимает вот вы посмотрите и сделайте вывод то ли это действительно вот я там что-то наговорил по незнанию по темноте да или это вот быдло которому услугу хочет усложить господин борис минуронов бывший министр печати правительства ельцина да вот давайте я как бы ссылочку оставлю внизу вы посмотрите как бы сделать и вывод вот тутordin David да 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 купи